Музыка 2023 год только начался. В Карачаево-Черкесии уже прошел целый ряд спортивно-массовых мероприятий и профессиональных турниров. Какие именно соревнования были организованы в нашей республике? Об этом подробнее мы поговорим с исполняющим обязанности начальника спорт-отдела Министерства физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рамазаном Баевым. Рамазан Вячеславович, год только начался, но в Карачаево-Черкесии уже прошел целый ряд спортивных мероприятий в рамках декады спорта и здоровья. Вот хотелось бы узнать подробнее, какие конкретно мероприятия прошли и сколько людей, жителей Карачаева-Черкесии и гостей приняли в них участие. По всей России в январе проходит декада спорта и здоровья. Карачаева-Черкесия не стала исключением и, конечно же, приняла в этом участие. Были проведены разные мероприятия в муниципальных районах, городах и центральная площадка была проведена в городе Черкесском непосредственно Министерством спорта Карачаева-Черкесской республики. Что именно было? 2-3 января среди школьников и студентов провели соревнования по армрестлингу, там порядка 100-120 человек приняло участие. 4 января мини-футбол провели, там тоже порядка 100 человек было. Потом баскетбол был, плавание было, много разных мероприятий. Везде были задействованы как спортсмены, так и просто желающие. И центральная площадка, она была проведена 6 января во дворце спорта юбилейный. В данном мероприятии приняли участие как жители Карачаева-Черкесской республики, так и гости, которые приехали не только в столицу Карачаева-Черкесии, в Черкесск, но и в Донбай, в Архиз. Очень много приезжих было ребят, которые с удовольствием поучаствовали. Соревнования проводились в разных видах. Это все-таки в первую очередь спортивный праздник, который направлен на то, чтобы приобщать людей к спорту. И проводился больше как праздник спортивный. То есть там были такие соревнования, как соревнования по дартсу, спортивный лабиринт мы выстроили, очень интересно провели, очень много было желающих повторить и еще раз побегать в лабиринте. Перетягивание каната, эстафеты, очень много разных эстафет было. Всем очень понравилось. Извели желание многие даже приезжать на такие соревнования в дальнейшем. Помимо спортивно-массовых мероприятий в Карачао-Черкесии с начала года уже состоялись состязания для спортсменов профессиональных. Вот хотелось бы узнать, какие именно и, может быть, есть ли какие-то уже результаты. 14-го, 13-го, 14-го января был проведен такой турнир, как турнир памяти Кунижева по дзюдо. Это всероссийский турнир, он очень значимый. Он приезжает с многих городов России для участия в данном турнире. Значим он, потому что на этом турнире он является отбором на Россию. Многие спортсмены, занявшие первые места, призовые, они автоматически отбираются на Россию. То есть им не нужно отбираться на СКФО. Это очень большой турнир, на который приезжает очень много людей, порядка 300 человек. По шахматам со 2 по 5 января прошли соревнования как среди студентов, так и среди детей. Тоже очень значимое мероприятие для региона, в том числе и для федерации шахмат. Также ребята отбирались на СКФО. При этом очень много перспективных спортсменов уже выявили в текущем году, хотя год только начался, и очень много ребят даже отобрались на СКФО, заняв призовые места и при этом выполнив нормативы КМС, МС. Как вы уже сказали, основная цель проведения декады спорта и здоровья – это популяризация занятий спортом среди населения нашей республики. Вот хотелось бы узнать, какая работа ведется министерством в данном направлении и каких успехов уже удалось достичь. Спорт действительно популярен в нашей республике. Министерство спорта максимально этому способствует. Есть еще такие федеральные проекты, как «Спорт – норма жизни», «Демография», которые способствуют достижению таких высоких показателей, которые на данный момент у нас есть. Помимо этого, реконструкция действующих и строительство новых спортивных объектов ведется для того, чтобы спорт был более доступным даже в отдаленных городах и районах нашей республики. Увеличение числа населения, занимающихся спортом, за счет этого достигается. На данный момент у нас, на конец 2022 года, общая численность занимающихся спортом составила 55,5%. То есть более половины жителей республики занимаются спортом. Это высокий показатель? На самом деле да, но мы в текущем году планируем еще больше увеличить данный процент. В том числе и за счет строительства новых объектов, развития новых федераций. Несмотря на начало года, у нас уже открылось три федерации новых спортивных. В Карачао-Черкесской республике функционирует на данный период 32 спортивных федерации. Еще три были открыты, две из них связаны с киберспортом. Каждая федерация к концу года подает календарный план на следующий год, то есть на 2023 год у нас более тысячи мероприятий запланировано к проведению. Это, конечно же, также очень сильно влияет на развитие спорта в республике. Киберспорт также стал популярен, и наша республика также начала продвижение данного вида спорта. Уже есть результаты. Проводятся различные турниры, в том числе и масштабные. То есть это и вплоть до СКФО, различные мероприятия ведутся с отбором на Россию. Традиционно считалось, что в Карачао-Черкесии самые популярные виды спорта – это борьба, самбо, может быть, дзюдо. Но в последние годы в нашей республике набирают популярность другие массовые виды спорта. Вот хотелось бы узнать, какие и с чем это может быть связано. Плавание, гимнастика, легкая атлетика сейчас довольно популярные виды спорта. Легкая атлетика за счет реконструкции стадиона «Нарт» начала набирать колоссальные, я бы сказал, обороты. Плавание сейчас тоже довольно хорошо стали показывать результаты. Опять-таки, за счет появления новых бассейнов, заинтересованности людей в целом. То есть сейчас тенденция пошла на увеличение к занятиям спорта. И плавание – очень важный вид спорта в плане работы всех групп мышц. Многие спортсмены, даже те же борцы-дзюдоисты, они не пренебрегают плаванием. Они ходят также на плавание для развития, в плане физического развития. Гимнастика сейчас как спортивная, так и художественная набирает хорошие обороты. По спортивной гимнастике у нас в начале года должен выйти приказ Минспорта РФ о трех спортсменах, выполнивших нормативы мастера спорта, которые должны в ближайшее время уже получить мастеров спорта. И это очень большой, хороший результат для спортивной гимнастики. Поэтому данные виды спорта уже хорошо набирают обороты. И не только они. У нас и рыболовный спорт, и шахматы довольно сейчас популярны. Хорошо стали развиваться данные виды спорта. Поэтому, я думаю, уже неправильное осуждение, что только дзюдо, самбо или вольная борьба набирают обороты. Как вы уже сказали, в последние годы в Карачао-Черкесии увеличивается количество людей, которые занимаются спортом и физической культурой. Вот хотелось бы узнать, получаете ли вы какую-то обратную связь от населения? Может быть, поступают жалобы или предложения? И как вы с ними работаете? Конечно, конечно. Очень много обращений, очень много отзывов. На все мы это обращаем внимание, прорабатываем, работаем совместно с федерациями по видам спорта, по которым были обращения. Сейчас все тот же стадион довольно популярная тема. Много обращений по стадиону, мы на них обращаем внимание. Многие люди хотят ходить, заниматься самостоятельно. То есть, ну, у кого-то по графику не получается попасть на тренировки, но при этом хотят сами бегать, либо спортивной ходьбой заниматься. Стадион позволяет. И для этого мы сделали график посещения, свободного посещения. То есть, в свободное время от тренировок люди могут посещать стадион. В ночное время включено освещение специально для жителей республики, которые сами хотят позаниматься, походить. То есть, после работы до 10 вечера стадион работает. График полностью повесили прямо на входе. То есть, там можно четко посмотреть, в какое время можно прийти и самому позаниматься. То есть, не обязательно посещать секции для того, чтобы заняться спортом. Если говорить о планах на 2023 год, хотят бы узнать, что запланировано Министерством. Может быть, можно было бы выделить какие-то основные пункты. Как я уже говорил, вот календарный план, в него входит более тысячи мероприятий. Но, помимо этих мероприятий, проводятся Министерством спорта еще и спортивно-массовые мероприятия, которые могут быть как всероссийские, так и непосредственно республиканские, могут открыто республиканские. И только спортивно-массовых, в которых могут принять все желающие участие, запланировано более 200 мероприятий таких в течение года. Могу отметить ближайшие, это у нас будет Лыжня России, Лед Надежды Нашей. То есть, очень много зимних мероприятий и День снега. Это традиционные уже мероприятия, проводятся, я бы сказал, много лет. И с каждым разом мы стараемся сделать их более интересными, более активными для населения, и чтобы при этом было интересно. Не просто поучаствовать в мероприятии, а был интерес у всех. Параллельно с этим в 2023 году запланировано много новых объектов к постройке, реконструкция некоторых объектов. То есть, год обещает быть насыщенным, продуктивным. Такими были вести спорта за прошедшую неделю. Я с вами прощаюсь, увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин